Добрый день. Мы находимся возле здания управления патрульной полиции. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, зачем сюда приехали. Меня зовут Кипер Анатолий Анатольевич. Я являюсь частным предпринимателем. Ко мне обратилась Рада громадской безопасности, чтобы я предоставил автомобиль вантажный для проведения акций против Кивалова, против прописки людей в Затоке. Где эта акция должна была проходить? Акция должна была проходить на Софии СК-19 возле областного апелляционного административного суда. Вчера? Да, вчера. После чего я предоставил данный автомобиль, поставил его, как было оговорено, возле входа в апелляционный суд. По окончанию, после вечера я пришел и хотел забрать этот данный автомобиль, который принадлежит мне. После чего меня как бы задержали, охрана задержала и после этого выдвинули ко мне обвинение, что я якобы проник в данный автомобиль незаконно. Но так как я являюсь как бы полноправным распорядителем данного автомобиля, я считаю, что это было незаконно сделано. И меня заковали в наручники полиция, то есть был вызван патруль полиции, был закован в наручники, после чего я доставлен был в Приморский райотдел милиции. И меня пытались вменить в том, что я проник в данный автомобиль еще раз, то есть как бы в райотделе, потом еще, что я припарковал данный автомобиль незаконно возле суда. Хотя эта акция была официально заявлена. Но вы были за рулем этой машины? Нет, я не был за рулем. То есть вы вообще не могли ее припарковать нигде? Не мог физически, потому что за два дня до этого у меня также полиция наша патрульная изъяла мои документы на право управления любым транспортным документом. Мои права так называемые. То есть вы являетесь только владельцем этого транспортного средства, это и техпаспорт находится внутри машины? Да, я не имею права управлять данным транспортом. Техпаспортная машина находится в автомобиле? Находится в автомобиле, в том автомобиле, в кабине. Вы имеете претензии к сотрудникам полиции, которые препятствовали проведению акций? Я понимаю, препятствовали вам к кандидату. Конечно, я также являюсь кандидатом в депутаты от Демо Альянс. Ясно, спасибо большое. Сегодня почему-то не работает. Ну кому? Тут некого предъявлять вообще. Никого не видел. Они же должны выскочить. Что-то происходит. Полиция заняла круговую оборону. Нет, нет, нет. Давайте, типа, заклонники. Ну, а вышли, вышли. Ну, правда, там. Отлично, отлично. Выставник полиции. Опять бедные девочки. Нет, это не полиция, это охранные службы, я так понимаю. Нет, за полицию. Нет, слева от нас не полиция. Я також глава передовышленного штабу Демо Альянса Деса. Это кандидат, который у нас благотворится. Вчера, вчера до него, в вашу патрульную полицию были вчинены противополиции. Преступные дела. Преступные дела. Ну, это будет уже суть полиции. Мы повлифекцию гражданского общества преступления. Да, мы хотим пояснения от правительства и оскаржить действия о нашего кандидата. В отношении вашего кандидата будет... Вашей полиции, так, так, так. Но это проблема. Наразі мы хотим прийти в территорию государственной установки, которая оплачивается в том числе из моих податков. Посмотрите мне, чему? Робочий день и двери Зачиревского. Хорошо, тут є будь яка відповідальна особа. Ще будь яка контактна особа, яка може... Нормально одежда деваю. Да, да, э, 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 э! Да шо ты делаешь, подожди. Не надо, Саша! Блядь, не дай, шо ты делаешь. Що вы роботи? Высок! Не надо! Не надо, ну че ты начинаешь штурмовать? Ты шо, блядь, штурмовик? Штурмовик я! Ты журналист, блядь! Ну вин, 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 вин. Ну все это же, я сейчас у нас... Я не рад вас отойти, я показал удостоверение. Мини ответил на вопрос, меня будет. Ну да. Давайте посмотрим, что ж там происходит такого страшного, что... Великоптер надо нам... Да, это прям... Свайка будет? Да, да. А, ну тут видно, что стоит человек в форме не полицейской. Раз, человек в форме похожа на полицейскую, два. И реклама, и реклама зарегательного банка. Самое главное. Бьющие бесплатные. Итак, давайте еще раз. Вчера машина, по мнению полицейского, стояла в неположенном месте, правильно я понимаю? Да. У меня полицейский, я не имею права там парковаться, но я как бы им объяснял, что официально... Эта машина была взята на зарегистрированную акцию. Мы в Аркадии говорим. Вот этим знаком... А, про Аркадию? Да. Значит, в Аркадии я припарковался на кругу, там есть островок безопасности. То есть, где я могу припарковаться, как бы, на островке безопасности. Ну, это нарушение. Да. Мне было предъявлено то, что в машине есть политагитация, то есть демо-алиансу. И я могу с этой машиной... Выбухивка может быть в своей машине. Я могу ее подервать, и вся политагитация разлетится по всей территории Аркадии. Они вызвали саперов? Нет, не вызывали саперов. Не было вызвано сапера. А что же они сделали? Они просто что? Извяли мои документы, пытались оформить нарушение, что я стою в неположенном месте. На что я... Надо выписать за протокол, да, на месте. Да, пытались, да. Я отказался что-либо подписывать. После чего, как бы, ну, как бы, без... как бы, вообще непонятно на каких основаниях, они не вернули мне мои документы на данные транспортные средства и также изъяли мои права. То есть, заминированную машину они оставили в людном месте? Да. Оставили в людном месте. Не пьехали? Хотя бы эвакуатор, чтобы забрать это данное транспортное средство. Но, как бы, ответа я не получил. Я вынужден был вызвать другую полицию. Приехал другой экипаж. Я на первый экипаж написал жалоб. Это было 23 в числе, это был последний день агитации? И вы использовали машину как кандидат-депутат для агитации? Да, как кандидат, да. То есть, мне препятствовали. То есть, это препятствовали ваши агитации? Я считаю, что да. Спасибо. Человеку изъяли паспорт, не оставив ему никаких документов. Это отдельный состав. Отдельный эпизод. Отдельный состав. Это не эпизод, это состав. Это способ препятствования. А там, получается, вам препятствовали проводить разрешенную акцию, да? Где, в Аркадии? Нет, нет, нет. Да, там... Органам о проведении данной акции в здании Апелляционно-административного суда Софиевская, 19. Но на то, что это было официально, они не отреагировали. Я данное средство передал службе РГБ, Радима Романской Беспеки. И, как бы, они проведили свою официальную акцию. А остановка, стоянка там вы не узнаете? Вроде как объясняют, что там есть знак, что остановка, стоянка запрещена. Но так как это акция проводилась, я... Ну, в любом случае, не вы там водитель, вы не имеете права управлять. Ну, как бы, у меня просто документов нету управлять транспортными средствами. Спасибо, спасибо. Мы еще говорим, что под этим же автобусом стояла куча полицейских машин, куча автобусов, на которых привезли ту же милицию, под этим же знаком стояла. Ну, если они стояли с мигалками, то имеют право. Нет, автобусы, маршрутки, маршрутки стояли с мигалками. Ну, это уже вчера. Отдавали к поводу вчера и наручников. Это сложно сжечь. Ну, мы это уже говорили. Итак, за 23-24-24... Полиция был закован в наручники, как злостный нарушитель. Меня к машине, то есть, провели обыск в моей струнке, как бы, непонятно, на каких руках они... Заковали меня в наручники и был уставлен в Приморский райотдел. Когда заковали, то есть, меня реально было больно. То есть, это жали наручники, жали мои руки. То есть, я это объяснял, но, как бы, реакции не последовались. А вы сопротивлялись? Я не оказывал никакого сопротивления, я все ляко сприял. И я полицейский. Похоже, полиции ответить нечего, если некому. Потому что некому. Стоит один человек за воротами. В форме, похоже, на полицейских, к сожалению, номеров не видим. Все, выходной у полиции. Слова секунду, сегодня же у сиденья. С ума сошли? Выходной. Открывай ворота. Или мы сейчас через них перелезем. Итак, сотрудники полиции утверждают, что сегодня выходной. Так что по 102, дорогие одесситы, можете сегодня даже не звонить. Все, у них выходной. Еще один человек, женщина не в форме сотрудников полиции, виднеется через ворота. Видать, трудные вопросы отвечают. Быстрее! Трудные вопросы отвечают, не хочется. Вызываем вас к начальникам. Звоните по 102. Вызывайте патрульную полицию, быстрее. Нападение на патрульную полицию. Вызываем патрульную полицию. Не задерживали нас, потому что вчера собрались посылать патрульную полицию. Въехали. Давайте я вызову полицию. У нас есть телефоны. Ага, давайте. Звоните по 102. И требуем вызвать патрульную полицию по адресу патрульной полиции. Алло. Нет, я понимаю. Так что... Да, выставь себя. Ты что-то и сделаешь. Нет, я не спор. Ты сегодня лучше отожгла. Да, Инна. Ты, конечно. Просто сделала наш день. Да, кстати, что мы там рассказывали. Я не успел пушкать. И теперь... Нет, это наш. Нет, это не все. Мы вообще повним по, чтобы она что-то включает. Ты что-то там по-анаписывали. То есть, мы понял? Нам, девочки, вы тоже у нас есть? Я уже не знаю. Еще больше. Итак, день выборов. Полиция из города исчезла. Здравствуйте. А мы не можем попасть в новую полицию. Тут... Патрульную полицию. Он дает жалобу. Выйти открытый, выходной там... Frednifontanskaya-14. Frednifontanskaya-14. Можно их как-то вызвать? Не как-то вызвать, а говоришь, что вызываем патрульную полицию. Потому что право обнаружения. Бог! Мы хотим вызвать, потому что они говорят, что у них выходной. По адресу главного офиса патрульной полиции. Frednifontanskaya-14? Вот нет. Да, мы хотим вызвать, как у нас. Мы просто хотим прийти, пообщаться с руководством. Засыкаем время прибытия полиции. Жалобу и подать жалобу. Но их незаконные блядь действия. А вот она по-моему едет. Ну, надеюсь, она едет. Вот мы уже видим, что у них уже не выходная. Я даже не знаю. Сирену мы слышим. Но это у нас по-моему нормально все. Вот такое быстро еще. В течение разговора они уже едут. Пока не нужно. Надеюсь, они сейчас уже приехали. Итак, мы находимся возле здания патрульной полиции, куда один из кандидатов, в отношении которого полицейские в течение двух дней совершили несколько противоправных действий, пытаются подать жалобу. Патрульная полиция нагло закрыта. И какие-то люди внутри говорят, что сегодня у полиции выходной. то есть сегодня полиции в Одессе нет. Стоит что-то на дороге. Предметы, препятствующие движению, стоят на дороге. Полиция, вместо того, чтобы их убрать совсем, она их отодвигает в стороночку. Смешно само по себе. Да, это когда было в дедуше. Это когда-то не поделить. Да. Да, это когда-то. Да, это когда-то. Что-то прибыли, что-то на дороге. А тут я не знаю. Не знаю, не знаю. Я главный выборщик штаба парк-демократичного альянса. Також журналист. Дочь Волосандра Иванович. Окей, також поруч журналист Дуско Дебло Сергей Тердак. Мы вчера патрульной полиции, вчера в отношении кандидата от нашей политической партии, были члены противозаконные дела. З боку? Мы нараховали четыре склада злочиня. Я хочу от вашего кирюльництва отримать пояснение, что я, как журналист, не могу проникнуть на нережинную территорию. Когда я задаю вопрос, почему приходят и мои журналисты, и мои громадские деятельности, працівник патрульной полиции, который стоит за воротами, говорит, что он получил наказа никого не пускать. А почему вы решили, что это не режимный объект? Не вся территория государственных зданий может быть режимным объектом. У вас есть ресепшн, у вас есть секретарят, у вас есть очередная часть, на которую я, как гражданин, как журналист, маю право пройти. Если это режимный объект, если даже вся эта будильная – режимный объект, почему до меня, после того, как мы здесь годину стоим, пояснили проблему и так далее, почему до меня не вышла жодна ответственная посадовая человек и не занималась моими данными? Павло, извините, вы знаете, какое число сегодня? У нас сегодня интересуются. Еще раз, ну, что же, сегодня 20 год назад, я знаю какое число, а сегодня 25-е журналист. Вы же понимаете, сейчас выбори. Нет, не понимаю. Не понимаю, смотрите, это не понимаю. Закони сегодня працуют в Украине или нет? Да, если закони працуют, до моего кандидата вчера работников патрульной полиции и позавчера были совершены злочинные действия, в него были совершены злочинные действия Что до него, что до его життя, что до его майна, я хочу отримать пояснение от патрульной полиции. Я не против того, чтобы начались... Я не против того, чтобы начались... Пожалуйста, не організуйте. Я просто організую. Окей, Марк, ну и что нам дальше делать? Я гравил свой час. Я не юрист, ось юрист. Ну я представитель, так. Давайте зараз я узгоджу з керівництвом наші подачи тії. Я думаю, що ми з юристом, з потерпілим зайдемо до нас. Напишем скаргу, передадут цю скаргу. Так я уже написал, скарга уже есть у вас. Есть скарга. Ну еще одну не пишу. Заява про злочинь чи скарга? Я не... Заява про злочинь чи скарга? Не людей одевать наручні. Заява, там написано... Про злочинь, статья, квалифікація, ну заява. Я не розумію, чому ми можемо це зробити. І чому в спосіб, який мені нагадує, там, Кравченко в 2001 році, і, там, Беркут в 2013-2014 році, мені перешкоджають мої громадські діяния. Ні, я спокійний, я спокійний, я туда. В мене, дивіться, в мене, якщо я буду опалювати до оціночних суджень, то в мене зараз, як голови штабу, біда 40 викруків по порушенням різних. Я не можу цим займатися, бо я не можу пройти, як громадянин, як журналіст, на територію чергової частини. Ви ж розумієте, що навіть у режимового об'єкта повинно бути. Ні, ну це ви ж почали опалювати оціночними судженнями, проте знаю, що я якийсь сьогодні день, і що всі зайняти. Я також сьогодні зайняти. Я не можу, ні, це ви почали апелювати. Я хочу, щоб ви апелювали тільки нормами закону, а не оціночними. Ні, а ви почали включати, ну це, не промоціоную. Вчора чоловік обнаручники заковали. Ти, в мене, сьогодні вихідний десь, правильно? Ні, ні, ні. Сьогодні вихідний день. Сьогодні вихідний день? Тільки, тільки, тільки. Ви спосері, що у вас вихідний день є. День виболів, сьогодні вихідний день. У відділів, які працюють тут, у будівлі. Як можна подати зеопрозвучен? Я сьогодні вихідний. Чи є, так, давайте два питання. Чи є те, що ви вважаєте, що сьогодні вихідний день, хай воно так буде, підставою для того, щоб в спосіб, який є злочинним і який перешкоджає мої журналістські діяльності в тому числі, Ваші працівники вели себе так, як вони себе зараз ведуть, це перше. І в який спосіб я можу вкласти заяву про злочин на працівників? Ми добре з вами спілкуємось. Що роблять працівники вихідний день на виболівому на території? У нас ж є чим говорити, який старший, правильно? О, нарешті, 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 нарешті під'їхали. І ще мені цікаво, розумієш, чому в має щось вияснити, а немає нормальних процедур, які потрібні працювати. Є процедур, є процедур, є процедур. Ви вигляді по телефонному режимі, це що, ручной правління? А че мені не кричать, імею поліцей в праву? Ви вигляді? Та тому, що ви переходите черту постоянно. Вчера у человека надели наручки, отащили в приморський ровальник, вызвали свою службу, делали із нього клоуна. Разберемся. Ми з вами разберемся. Шапки надевали, понимаєш, і ходять тут улыбаються. Грешної ты, с видеокамерами. Підромний у поліції. Підромний у поліції. Підромний у нас страних. Не люди, а граждане. Люди – це у вас. На налоги которых ви содержите. Що-то встаньте там, щоб вони не проходили. Щоб якобы мені теж не захотели. Так, це правда. Итак, сьогодні у поліції выходной. І в выходной день ми видим тут групу товарищей, які хочуть зайти. А, вже не хочуть. Ну, бывает. Ви знаєте, ви зря там виходной сегодня нам сказали. Так, там никого нету. І даже дежурного нету. Вообще никого. Ви знаєте? Що-что? 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 Я прошу прощення. Ви чого-то спросили у мене? Ні, нічого. А, добре. Так, руководство полиции решило направить патрульного на разруливание такой ситуации. Конечно. Один закон, естественно. В выходной он работает? Естественно. А почему? А почему у вас нет четких юстей? Алло. Что в данной ситуации идет? Как это у нас? Есть человек, желающий подати заявление преступлений. Ваши действия. Заявления, которые принимаются по преступлению, они подаются в райотдел. Так. Где ваша рука? Пожалуйста, направляйтесь в райотдел и пишите заявление. На данный момент это Приморский район, Приморский район. Ну, по УПК можно поздравить любой право-конечный орган, вообще-то говоря. По принадлежности. По принадлежности отправляют тот, кто принял. Да. Человека, кандидатов в депутаты, без оснований, заковали в наручники, притащили в Приморский райотдел. Притащили в свою пресс-службу, когда узнали, что он кандидат в депутаты, и начали из него делать дурачка. Вы обалдели вообще уже? Давайте не будем сейчас оскорблять друг друга. Да не оскорблять. Оскорбляли вчера, да. Оскорбляли вчера, сегодня не будет. Минимум, что я вам хочу сказать. Я понял, что вы подали заявление вчера. На заявление есть определенные сроки рассмотрения данного ответа. Не-не-не. Заявление Приморский район не рассматривает. После того, как данное заявление будет рассмотрено, будет рассмотрено, вам будет дан обоснованный ответ. Обоснованный ответ. В случае необходимости будет проведено служебное расследование. И в случае чего? Если будут виновные особи, они будут притянуты до ответственности. То есть вы себе построили такую же преступную схему действий? В каком разе? В яком? В экономичнике одеваешь без причин? Не в яком разе? В итоге будем разбираться, когда... Нее в каком разе? У нас будет об этом, когда мы должны обезĩarme причину. Какие Partners? А BACKGXT Черная информация gedaanик «Законам причини» Чем более, вы это знаете уже не на экзаменах. Разросните. Прекрасно. У нас дали экзамен есть, я думаю. Мне уменили, что я проник в свой автомобиль, на котором я имею право распоряжаться законно. Что я открыл двери, своим ключом от данного автомобиля открыл и закрыл двери. Мне уменили, что я проник в данный автомобиль. Мне спросили, есть ли у меня документы на данный автомобиль. Я сказал, нету. После чего мне сказали, ну мы вырежем, не важно задержать, так как у вас нет автомобиля. Там мне спросили, а где они? Я говорю, в машине, в автомобиле, в кабине. Ну, у вас их нету, мне сказали, что их у вас нету, да. И на этом основании меня, как преступника, сначала обыскали мою сумку на принадлежность оружия, там и все такое, запрещенных предметов. После чего мне поставили как наручника возле машины, именно как нарушителя такого преступника. И сказали, что, будь ласка, руки за спину, и надянули мне наручники на руки. То есть это было зафиксировано камерами видеонаблюдения апелляционного администрационного суда. По адресу Софиевская, 19. После чего я сказал, что мне очень, как бы, сильно туго, как бы, наручники. Он говорит, ничего страшного, я сел в машину, вместе с сотрудниками был доставлен в Приморский райотдел милиции. Где я заявлял, что я являюсь первым, я говорю, активистом самобороны агентства, потом я баллотируюсь, чтобы кандидат в депутаты от демо-альянса. После этого один из сотрудников вышел, сделал звонок, вот так называемый. И было принято решение на высшем уровне у вас вызвать свою пресс-службу. Вызвана была пресс-служба, и на меня только зашли, сразу сказали, я старший, там, зминый, там, такой, там, я, там, да, два красавца. То есть я не мог даже словом вставить. Вы идиотов набираете. Очень подвешенный язык был, очень, очень подвешенный язык был у людей, очень подвешенный, два человека. Предъявили вот так, я не мог даже ничего оправдать, я им объясняю, что вот то, вот так, я не мог. С меня сделали, как, скажем так, извините за выражение, как обезьянку в зоопарке, как бы. Что вот, посмотрите на этого кандидата в депутаты, вот какой он, какие у нас кандидаты в депутаты. Я был в обычной одежде, ничего такого, как бы, ну, что, какое отношение имеет это к вообще? Я думаю, что на Кивалова работа, эта банка. Анатолий Анатольевич, мне сказали. Анатолий, смотрите, вся работа полиции, вот патрульник полиции, ситуация не видит. Все зафиксировано. Будь ласка, меня, я перебью, я перебью вас. Вибачьте за то, что я перебью. У меня одни конкретно, чимали сотрудники полиции право закупать меня в нарушники. Вот, вот, подповість. На данный момент, если держать сторона, как вы считаете, потерпела, мне выклала свою думку, свою позицию. Потерпела, Саяка. Ну, вы, вы в данный момент потерпели сторона, правильно? Вы так вважаете? Так есть. Вы выклали свою думку. На данный момент, мы можем осудить по этому факту и выносить какие-то решения, какие-то выяснятки из ваших судей? Я совсем другой вопрос задал. Вы неправильно говорите. Я задал вопрос, имеет ли право сотрудник полиции? Нет, подождите, я же задал вопрос, потому что вы чуж несете. Извините, как бы за такое репетитору... Не надо такие оценки. Сыночное осуждение. Да, смотрите. Почему не надо? Я хочу услышать, имею ли право сотрудник полиции закупать меня за такие правопорушения, если я его сделал в нарушники и привезти в район. Если у вас были желания проникнуть в чужой автомобиль... Это его автомобиль! Это его! Не могу! Почему? Почему? Потому что вы не можете конкретно проникнуть в чужой автомобиль. Это не тот случай. Это не тот случай. Мы уже установили... Он мог по номерам узнать, что он мог по номерам пробить свое действие. И убедиться в этом. Документы в машине, как я могу предоставить их, если они в машине закрыты? Как? Секундочку, секундочку. Машина была в программе? Конечно. Машина зарегистрирована на вас? Страховка все полная. Машина зарегистрирована на вас? В базе данных ГАИ ваше имя указано? Ну, я думаю, что... Какие были работники полиции, основания думают, что это не ваша машина? У вас документы при себе были? Документы на что? Ваши личные? Да, удостоверение я предоставлю. Паспорт свой. Личность установлена. Основания предполагают, что имущество не было никаких. Были ли какие-то еще основания? Ну, это не возможно вырешить вот тут вот... Давайте зайдем и вырешим. Давайте зайдем и решим. Давайте, мы решим. Удепроведено службовое рассчитывание. О, это обращение. Окей. Ценция должна быть... Ценция должна быть... Чи были порушения? Чи не были порушены? Окей. Ценция очень добрая. Чи есть? По закону. По закону дайте вид. Чие надеваются? Чистку. Чистку. Чистку передбачено законом. Говори. А так закрытую флотрульную полицию все равно пытаются проникнуть какие-то люди. А сегодня у них говорят выходной. По-прежнему молодые люди упорно пытаются пролезть. Давайте, 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 давайте мы можем быть представниками. Вот это у нас. Одна людина, ребята. Все нормально. Ну не все. Не все. Вообще не все. Большинство ребят нормальные, адекватные, обученные, пройденные тесты и так далее. Симпатичные девочки с вами. Это ваше мнение. Смотрите. Ребята скорее всего имели какую-то причину для того, чтобы так поступить. Давайте мы эту причину выясним и тогда уже будем говорить. Потому что мы сейчас слушаем только одну сторону. Мы хотим проникнуть на… Мы хотим проникнуть на… Законный способ… Законный способ проникнуть и проникнуть. Мы хотим зайти на територию, где… за для выполнения своих службовых оборудов. Какие самые? Журналисты. Почему? Поясните мне. Почему? У вас же есть какая же часть строительства? Черного. Секретарь. Через Севшин. Чи будь-что. Где мне могут ответить на мои вопросы. Я хочу это сделать. Я хочу два вопроса, как сюда зайти. Вот эти ворота и вот эти двери. Обидва они зашли. Поясните мне, будь ласка, чому працівники патрульной полиции начинают излучение действий, какие соперничают закону Украины про журналистскую деталь. Вы понимаете, что сегодня у вас есть новое дело? Нет, сегодня не выполняйте персонал. Дивите, даже если вы работаете на улице, должно быть ответственность. Почему вы не можете выполнять свои права? Когда вы ходите, вы проверяете. Почему вы не можете проникнуть на территорию режимного объекта? Потому что вы... Можно я скажу? Можно я скажу? Не можно? Вам не цікаво то, что вы меня питаете? Нет, не цікаво. О! 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 Мы не понимаем, как працю наше. Это не до меня, это до Сергея Васильевича. Я считаю, что в действии к СССР есть склад злочин. Я, как журналист, пытаюсь пройти на территорию, которая, на мою думку, не является режимной. Или та территория, она не является режимной. Я пытаюсь пройти на вашу думку. Как я могу до вас вернуть? Мену назвать ПВО, я так вам хочу сказать. Я отримал, тільки что экспортное заключение, что не вся ваша территория является режимной. И что в день выборов она должна работать. Но ваш работник на камере сказал, что он отримал от начальства наказ, никого не пускали. Посторонним вхід заборонен. В кабинет прийому громадян. В кабинет прийому громадян. Ви читали закон про Шурмириску? Ви читали закон про Шурмириску? Ви читали закон про Шурмириску? не может владеть всей информацией для того, чтобы грубо порушивать закон о журналистской деятельности и не пускать журналистов в задание выполнение их службовых оборудований. Ну вот таки, давайте мы вернемся снова к этой теме. Если даже экспертная служба вам дала заключение, не знаю, какая экспертная служба, но если она вам дала, не вся находится территория режимным объектом, я вам еще раз скажу, к комнате находятся на данный момент закрытые, сейчас приедет кто-то, я не знаю, какая экспертная служба. Правда, у нас она как причин. Все, ждем, окей. Мы зафиксировали на камеру, а мы зафиксировали 5-й склад. Звучит на камеру. На нашу дворец. На данный момент я являюсь в ответственной комиссии Одессы. Это человек, который отвечает за все батальоны, какие выходные, не выходные, то, что вы рассказывали, изменения поменяли, есть же у вас керевнисты? Керевнисты есть? Знову же, приедет, звичайно, есть, приедет человек, который отвечает с гражданами, чтобы общаться с гражданами, чтобы общаться с информацией, приедут сейчас все необходимые люди, которые будут мать. Как керевнисту? Приедет человек, ответственный, которая будет в этом классе. Я сказал, что едет. В связи с гражданами, сублением. Пана Кричаника, я особисто дякую за разъяснение. Дякую за разъяснение. На здоровье, всего вам доброго. Он добрый. А мы злились. Чому? А я вам объясню, смотрите, что было. С точки зрения гражданского... Это мы ждем. Окей. У нас была зарегистрирована гражданская оборудовая комиссия, которая по всем документам была на эту гражданскую акцию привезен грузовик вот этого нашего товарища. На этом грузовике происходил фрешмок, где наши ребята изображали Киваловскую квартиру. В момент этой акции было оцепление милиции. Там даже несколько полицейских ваших стояло. В том числе стояли там спецназ и все остальное. Когда акция подошла к концу и активисты поехали решение суда исполнять Белгородицу, она еще не закончилась, она у нас до 8 часов была, человека, который пришел забирать свой автомобиль, транспортные средства, сначала грубо задержала охрана суда, затолкав его в суд и... Закрыв дверью. Закрыв дверью и воспрепятствовала ему его деятельности. А теперь приехали... Вызвали ваших полицейских. Ваших полицейских вместо того, чтобы разобраться, проверить его документы, проверить документы на машину, которые лежали в машине, они его закрывали в наручники и отправили в Приморский отдел. Когда они узнали, что это непростая, непростой человек, они вызвали вашу пресс-службу, которая это все еще засняла, типа оправдаться. Так вот я скажу, что все ваши действия сплошной идиотизм и негодяйство. Можно сейчас говорить? Можно. Значит, ситуация следующая. Я не владею этой информацией, потому что я на тот момент не працюю. Я разумею. Но есть, опять же таки, людина, которая владеет этой информацией, и она может вам надать и дать вычеркну информацию, что вы хотите сказать? То есть я вас, как гражданский активист, обвиняю, или у вас там приехавшие идиоты, или кивали... Кого у вас? Кого у вас? Приехавших полицейских, которые полностью нарушили здравый смысл. Я так... Даже я не говорю про инструкции, про здравый смысл. Или же их подкупил кивалов, который решил отомстить нам за то, что мы сорвали его предвыборную кампанию в Затопе. Без проведения службы в институте, не могу сказать. Он подкупил или вас, или ваша руководство. А вы дали преступный приказ нам в месте. Вы знаете, все выше перераховано вам, 100% может надать вам информацию, что мы не можем и не будем никогда откупленными. Раз. Два. Ангелы что ли? У вас приезжали о средствах? Я вам сейчас это с полной ответственностью заявляю. Знову же таки, мы сюда пришли... Почему действуете, как... Чтобы вы понимали, я пришел сюда с работы, которая была более и выше оплачивана, и я сюда приехал, чтобы действительно допомогать людям. Я вам сейчас говорю так, как оно и есть. Я верю вам. И я працюю на идеи. И вы знаете, я уверен, что мои коллеги також. И люди, если будут таки, как вы говорите, действия выполнены незаконные, мы с этими людьми будем, по-перше, прощаться. Раз. Два. Вы сейчас общаются со мной, я не обладаю той информацией, чтобы я вам дал, почему я вот сейчас думаю, я же не знаю, почему затримали людину. Вот есть людина, которая затримала, так? Вот есть ваша сторона. Вы мне вот сейчас свою точку зрения выложите. Я вас понимаю. Но, снова же таки, я маю знать, это будет внутреннее расследование, и это внутреннее расследование может решить, какая была ситуация. Будет решено вопрос с нашими парнями, которые затримали. Кто затримал из працанников МВД эту человеку, есть номера на грудь, я записываю. Ну, послушайте, пожалуйста. Это не вопрос, у нас все, что? Это будет внутреннее расследование, понимаете? Это будет внутреннее расследование, и после чего я смогу вам дать, даже не я, а те люди, которые за то отвечают, могут вам дать эту информацию. Понимаете? Я расследую. И в чем сложное вопрос, не экзамен. Я не очень хорошо влазил с законодательством про работу полиции, закон о премьер-молиции, скажите, пожалуйста, в каких случаях и в каком порядке вызывается выключение документов, именно технического паспорта на автомобиле? То есть, какие представления для этого, какие документы должен получать человек, который власть этого технического На данный момент, насколько я понимаю, у него за день до этого был эпизод. Точно так же ваши ребята подъехали, отобрали у него техпаспорт, сказали, до свидос, парень, и развернулись, уехали. Они лишили его права управлять своим автомобилем и бодренько уехали. Другие. Это один и тот же автомобиль? Нет, другой. Составив на листике А4 свидетельские показания людей, которые видели, что они эти документы изъяли. Поводом было подозрение в том, что машина была с политагитацией моей партии Демо-Альянс. И после чего мне высловили свои, скажем так, доводы, так скажем, или как-то, припущения, что моя машина заминована и я специально ее поставил в Аркадии, чтобы взорвать ее и эта политагитация разлетела бы по всей Аркадии. Это было сказано официально патрульной службой. После чего мы попросили предоставить документы на данный развертсредство и право управления им. Я предоставил, после чего мне предъявили, что я стою в неположенном месте, что я заехал туда под знак, что я там то-то-то-то-то. Много очень нарушений. Я ничем не согласен был. На меня был составлен какой-то протокол, но я с ним вообще не согласен, я не подписывал. Документы мне никто не вернул и эти патрульные службы пытались уехать. На что я вызвал другой патруль полицейских и написал заяву с жалобой разобраться по данному факту. На что мне ни телефонного звонка, ни официйной подписки, ничего не было на данный факт. А этих паспорт здесь сейчас находится? Нема этих паспорта, немае права. Я вам объясню, какая ситуация. Если приходит, например, небайдужая громадянка, она увидела, стоит автомобиль, и она заподозрила и считает, что в этом автомобиле может находиться выбор, что она может телефоновать, а сад, что происходит. Что после этого вызывается? Давайте я вам скажу. Он телефонует в 102 и говорит, что есть такая ситуация. Я переживаю, я хвилюю себя. Приезжает, сразу в 102 вызывает працанников полиции. Мы приезжаем, смотрим, фиксируем, действительно, есть такая небезопасность, нет такой небезопасности. И дальше люди працюют по ситуации. Вы понимаете? Я вам еще раз говорю. Ситуации двое. Безопасность есть, или безопасность? Нет, безопасность нет. Один вопрос можно сделать? Нет, подождите. Я не подождусь. Хорошо. Если вы сейчас спросили про моих людей, я до меня отзываю... А какие у вас люди? Есть какие люди? На данный момент закрепленные за вами. Закрепленные за вами. Можно я подождите? На данный момент я ответственный по городу Одесса. И если какие-то случаи происходят, до меня и мне докладают. Такая-такая ситуация произошла. В связи с тем-то, тем-то, тем-то. Я бы могла вам сейчас дать вечернюю информацию. Какая ситуация? Там я не в нее не влюбил. Поэтому мы сейчас ждем. Повернемся. Подставы и порядок выключения. Мы понимаем. Предположим, вызвали взрывников. И мы тоже здесь не первый год. И все понимаем, как должно быть. Если есть подозрение, приезжает оцепление и начинает собака нюхать эту машину. Как минимум. Пункт второй. Ладно, они увидели, что здесь нет взрывчатки. Стоит просто малахольный с собакой, которая гуляет. 4 часа утра. Почему у него отобрали техпаспорт и уехали? Это что? Не оставив ему ничего. Это как? Это еще один состав преступления, о котором мы говорим. Вы мне высказываете, но я вам не могу дать... Хорошо, можно... Секундочку, секундочку. Давайте я скажу, как журналист. Стоит машина в разрешенный день, последний день агитации, набита агитационными материалами кандидата. Стоит кандидат. Подходит милиция, забирает техпаспорт и уезжает. Скажите, полиция, патрульная полиция и уезжает, без документов. Я вижу здесь препятствование к агитации кандидата явно. Я вижу превышение может объяснить, какие они могут быть. И это уголовный уже состав, который явно уголовный. Поэтому я прошу, скажите, пожалуйста, в каких случаях и в каком порядке производится изъятие документов именно средства регистрации транспортного следа. Потому что он лишен возможности сейчас распоряжаться своим имуществом без решения суда. И кроме того, плюс к этому он кандидат. То есть вы работаете... Просто для меня, вот честно говоря, я уважаю полицию, для меня эти действия не единительные просто. Я не понимаю, как это может быть. Ребятки, вы согласны, паспорт, вы согласитесь с нами, что нам для того, чтобы понять ситуацию, нам нужно услышать в условиях. Если машина заменирована, я думаю, вы сами будете заинтересованы в том, что наши все сделали. После чего мы испаривали, мы постаревали, что нас не может использовать. Мы аполитический рейс. Мы им праздновательство, мы приходили за... Это человек, на которого вы працуете. Вы у него один раз забрали. Мы один из Украины. Я отвечу на вопрос, что мы знаем, что мы работаем. Нормально вы працуете? Давайте мы узнаем, для нас есть ситуация. Что мы можем говорить? Разно мы працюем, фактически, сгідно, чиновникам законодавства Украины. Как что... Чиновник законодавства Украины? Да есть право вам закрывать на него нарушение? Давайте я вам сейчас договору, а потом вы будете уже как бы высловывать свои думки, пропозиции, побажания. Наша ситуация следует. Если они таким чином было сделано ваше затримание, они мали на то какие-то основы. У них есть нагрудные камеры, которые фиксируют все ваши действия. Можливо, вы себе ввели... Они все. Они включаются и включаются в нужный момент. Мы не можем его ни удалить, ни дописать что-то. И оно у нас, на наших боксах. Мы можем это видео поделиться и мы можем адекватно дать оценку действий наших працовников и действий вас, как представника, или человека, которая была затримана. Спасибо. Холинько, 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 Холинько. Мы не требуем вас дать оценку действий конкретных. Не треба конкретных. Конкретных нема. Мы сейчас рассказаем. Если возможно. Моя увага в Россию. Давайте так, чтобы что-то одно. Я не прошу вас дать оценку ситуации конкретных. Хочу бы consultоваться. Стоит машина. Техпаспорт то нема. Как вас можете ее забрати? Паради. Это было сказано в исследовании. Паради дайте. Стоит машина. Техпаспорт забран. Как забрати властнику эту машину поставить на стоянку? Как? Звідкиляем мы можем знать забрану техпаспорт. Даже не будем пропускать. Потому что мы не маем здесь ситуации. Доброе. Тоді криминальное расследование и все. Инших я не важен. Тоді через расследование. Криминальное. Не внутрішнє. Криминальное. Сударный суд. На эту акцию был поставлен автомобиль КамАЗ, на котором был флешмоб. Это была часть этой акции. Когда в результате действий гражданского общества мы вратили фальсификацию. И суд принял верное решение. Часть активистов акции свернули, поехали в Белгород-Дестровск. Хозяин машины. Он же кандидат в депутаты Демальянса. Он хозяин машины. Пришел эту машину забрать. Я отвечаю, не водой? Прибыл водой? Нет. Он хозяин машины. Пришел эту машину забрать. А автомобиль был без водяя? Ну, водой в любом случае присутствовал. Ну, с автомобилем чи автомобиль был без водяя? Без водяя. Він был припаркован. Припаркован. Стоял. Стоял. Когда он туда подошел, его сначала незаконно задержала служба охраны суда, вот эти вот. ГСО. ГСО, да. Мы еще с этими негодяями будем разбираться. Вы что, у меня волят? Закрыл двери за мной. Его после этого... Когда вы зашли в середину, теперь вызвал методик. Вы дождались вызова полицейских. Приехали в полицейских. А вы позвонили на 102? Нет. Они позвонили. Я позвонил, и они позвонили, и я позвонил. Кто приехал, я не разбирался. Но один патруль приехал. Когда он приехал, когда приехал патруль, они ему задали простой вопрос. Вы хозяин транспорта. Вы водитель и его... Скажи, что я буду lie? У вас есть документы на данное транспортное средство? Я сказал, что у меня нет на данное транспортное документов. Тогда вы задержаны в подозрении проникновения в данное транспортное средство. Ты объяснил тебе документы? Я, как бы, говорю, ну как. Откуда у вас ключи? Я говорю, Ключи у меня в кармане данного транспорта. Вы можете, еще раз был задан вопрос при включенной камере. Вы можете предоставить документы на данное транспорта? Я говорю, нет, не могу. Потому что у меня их нет. После чего мне, говорит, мы сейчас вас в наручники закуем и доставим в райотдел. Я говорю, а вы же не спросили, где документы? Ну, как бы, а где документы? Между прочим, было спросено. Я говорю, документы в машине, в кабине. Ну, как бы, это все. У меня документы тоже все время в машине, в кабине. И я, получается, был доставлен в наручники, то есть перед этим, как закрывать меня в наручники, были осмотрены мои личные вещи на предметах личных, запрещенных предметов. Это нашу дозу? Так, ну, как бы, вот. Это нашу дозу? Да, это зафиксировано на камерах видеоспостережения суда, Софьевская, 19. После чего я был поставлен в такую позу, как преступник, возле автомобиля. Сказали, да, вот так, вот, вот так. И вот так вот сказали руки назад. После чего на мене были надягнуты наручники, спецзасоби вообще. И я сказал, что у меня очень-очень жмет как бы сильно, а ничего страшного. Садили меня в машину, как бы, и завезли в Приморский райотдел. Я был, как бы, в обычной одежде, повсегневной, так скажем, но это не имеет к этому отношения никакого. Просто, как бы, я это конкретно делал. После чего, как бы, заставили меня в Приморский райотдел, и я говорю, я задержанный являюсь или что? Да, задержанный. На каком основании я задержанный? Выяснение моей личности, кто я такой. Вот паспорт мой. Я предоставил паспорт раз. Без глазки, подожди. Паспорт раз, громадянина Украины, что я являюсь громадянин. Удостоверение Самобороны Одессы, что я являюсь активистом Самобороны Одессы. Так вот, после чего я был, мной было предоставлен удостоверение, что я являюсь кандидатом, баллотируясь от партии Демо Альянс. После чего они так, друг друга посмотрели, пошли, сделали звонок к другу, да. Звонок к другу сделали. Вот все с полицейским. Что мы делаем, как бы, тут кандидат в депутаты, непростой человек. Давай это все в Ютуб, один из них сказал. Ну, то есть, снимем на камеру. Была вызвана ваша пресс-служба. У вас есть там, кто из камеры снимает, то есть, нарушение, там, я не знаю. Да, мы сейчас сто подъехали. Ну, как бы, из камеры подъехали. Я не знаю. Девчина, хлопец. 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 Я спросил, а кто вы, який вы каналы, они сказали, мы снимаем работу полиции. Я забыл, он представился. Это не наше представление. Нет, он представился, как его зовут, но я не запомнил. Пресс-служба? Нет, ну, как бы, как-то они там называются. Все было в середине ревизику. Да, после чего меня сняли как обезьянку, выбачаюсь за такую автологию, как обезьянку, что я вот такой вот кандидат, посмотрите, какой кандидат в депутаты, вот он. Вот он стоит, вот он нарушитель, вот он там неопрятно одетый, даже было такое. Вот, посмотрите, как может такой человек кандидат в депутаты быть? Это невозможно. Политическая... Да, это, я считаю, что препятствия моей политической карьере и уничтожения личных достоинств. Было это, это было все зафиксировано. Как на камере внутреннего наблюдения райотдела, так на камере, я думаю, нагрудных ваших сотрудников. Ну, вот такие действия. И управлять данным транспортным средством, то есть КАМАЗом, я не мог, потому что перед этим, последний день, когда агитация была, я припарковал автомобиль... Это часть вторая? Часть вторая. Часть первая? Часть вторая. Припарковал автомобиль в 4 часа утра, да. Да, просто не хотелось спать. Я взял свою собачку, у меня есть собака. Поехал в Аркадию, припарковал там машину и пошел гулять на пирс, там все свидетели, охранники, все-все-все. Пошел гулять там, гулял по Аркадии. 4 часа ночи, реально, я гулял с собакой. Прихожу к своей машине, открывает, подходит патруль. Один, второй, что-то там, один, ну, как бы, три человека. Полицейские? Да, да. С разных сторон, как за нарушителей. Я аж испугался, думаю, что, кто ушел. Я, как бы, открыл машину.